Привет, друг, с тобой Эван, а сегодня было открытие сервера смотра МТА, я зашёл и офигел. Если тебе интересно, почему я офигел, смотри этот ролик, желаю тебе приятного просмотра и приятного аппетита. Чё происходит? Блин, я почти заспамился, посмотрите сколько здесь бичей. Офигеть, просто. Чё, пацаны, полетели там админы, да? А что сразу изменилось? Изменился прям нихрена. Ладно, шучу, худ, мне кажется, как-то изменился. Он стал какой-то более мульчашный, что ли. О, у нас есть пляшки какие-то, типа бонусы, это кто такой прототип. Кстати, давайте сдадим сразу вот это всё. Заработаем бабок. Так понимаю, это бонус начальный. Чисто нам бутылку пива дали, да? Офигенно, зашли на сервер. Вот, 13 тысяч. Вообще, надо поменять, как бы, походку, стиль походки, вот. Стиль ниндзя. Во-во-во, теперь быстро. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Добро пожаловать в стартовый пакет. Спасибо за игру администрации, за 5000 рублей. Я понял, 5000 ещё сверху берём. В вашем инвентаре и... Так, пустые бутылки. Всё, это, понимаете, пустые бутылки? А, нет. 35 единиц опыта. А, кстати, а где опыт справа в углу? Алё. Сейчас сразу, пацаны, по карте. Карта вообще не изменилась. Вообще никак. Вот, смотрите, сколько в автошколе людей. Сколько здесь людей. Это капец. У меня, кстати, 302-й отдичник. Не успел, конечно, получить нормальный. Ладно, телепортируемся в автошколу сразу. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Читаю, у меня комп сразу провис. Повис. Я давно такого не видел. Это ещё современное открытие нового сервера в Сампе. Смотрите, какая вообще БК-сходка. Сколько жиг! Просто сколько жиг! Ору! Просто мне интересно, многих, кстати, снимает или нет. А, смотри, сколько админов. Уже клан есть, да? А, ну я понял, в принципе. 10 тысяч. Садимся. Я надеюсь, меня не кращит, не кикнет, не задавлю. Там т.д. и т.п. Так, бинды работают, бинды работают. Всё. Какой-то котик меня таранит, но пофиг. Вован. Вован, до свидания. Смотрите, сколько жиг! Чё, пацаны, будем сдавать экзамен? Ага. Здесь всё там социальная дистанция, или как она там называется. Вот сейчас, пацаны, пойдёт просто борьба за бизнесы. Борьба за бизнесы. Так, пофиг. Да давай, в принципе, по чекпоинтам проехать. Здесь такой просто срач, его никак не разрулить по-адекватному. Добавлю бы, блин, какие-то столбики, я бы сказал, чтобы не объезжали, ещё чё-то. Доната улетела уже, ёооо. Онлайн, кстати, 500 с 500. С таким успехом сейчас, смотря, ещё второй сервер бахнет. А там ещё и третий. И будет, как всё всегда. Кстати, я был уверен, что меньше игроков будет играть на сервере. Всё, теперь в город. Ок, кстати, государство. 120 тысяч. 10 тысяч госцена. Ой, декабрю 10 тысяч. 10 лямов? Они же у края охренели, или чё? Типа, они нажраться не могут? Или я просто от другого слова подобрать не могу? Окей, типа, смотри. 30 тысяч, то и 4 ляма. Офигеть. Просто офигеть. То есть, раньше безы, при открытии, раньше стоили там 4 ляма, стоили безы, которые на 120 тысяч выплаты. За 500 тысяч можно было купить бизнес на 30к. А сейчас, типа, бизнес на 30к, это 4 ляма. Работать на пожарке, либо на медиках, там буквально, ну, 500 тысяч в час. То есть, нам надо заработать, сколько это? 8 часов только на 1 бизнес, который стоит 4 ляма. 8 часов. 1 бизнес. То есть, я так и не договорил. То есть, чтобы заработать на бизнес 12 лямов, это день. 24 часа надо всрать на то, чтобы заработать. И то, в день это ты не встрёшь, потому что тебе ещё надо докачаться до уровня определённого. Либо они уровни убрали, систему уровней. А нет, система уровня есть, только она что-то не отображается. Короче, пацаны, это провал. Реально, CCD вернули аккаунты, RCCD вернули аккаунты, там ещё другие сервы вернули аккаунты. Смотря, решила не возвращать. Допустим, она сказала, что всё сгорело. Окей, поверим. Кстати, а что если сдать на, например, в 9, 90 тысяч стоит 8 лямов. Охренеть. А, 10 уровень, я понял. Это 10 уровень, это ещё ляма 3 или 2 надо. Яндекс.Такси, пацаны. А, пошли на такси, кстати, реально. Или там надо какой-то второй уровень. То есть, ладно, ещё, если они бы не вернули, да, всю валюту, окей. Вернули один сервы, типа. Кто любит в МТ играть, GTA 5 не тянет, окей. Но делать просто бизнесы настолько дороже... Подождите, пацаны. Если вы ещё смотрите этот ролик, не выключайте. Потому что мы ещё поедем, посмотрим, почём домики. И там тоже охренеют. Вот из-за этого, что многое сейчас зайдут, посмотрят просто на цены, они сразу офнутся и не будут здесь играть. Здесь онлайн будет, ну, по 200, по 300 макс. Опа, опа. Первый домик, кстати, уже купили. Миллер. Одно место, полтора ляма. Мы поедем на Рублёвку ещё. Я там охуею, наверное, вообще оцен. Одно место, полтора ляма. Два места, три ляма. Чё я хотел сказать, что смотрущики не отличаются просто индивидуальностью или креативностью. Они тупо перенесли худ, спидометр именно с GTA 5. Именно с Рейджи. Не знаю, он мне на Рейджи особо не понравился, но теперь есть и в МТа. Хотя в МТа был красивый спидометр. Это они, типа, переработали и завезли часть обновы, которую они делали полгода. Ой, какой полгода? Год. Да. Уже с января по январь год прошёл. Кто-то смотрел до этого момента, напишите в комментариях, играете ли вы на Смотре. Какая вообще была ваша реакция, когда вы узнали, какие цены на безы. Играете ли вы на Смотре? Будете ли вы играть на Смотре? Вот я ещё не решил. Вот, будет очень интересно почитать. Так, может они зарплаты подняли? 27 тысяч, кстати. Фиг знает, подняли, не подняли. Очень странно. Хотя мы приехали, считай, из Сан-Фьерро, прям сюда, значит нормально. Не подняли они нихера. Блин, а сейчас бы коробку собрать, это такой куш просто, сразу. Пацаны, новая тачка, новая тачка. Это... Volkswagen... Как это? Touareg новый, да? Это мы, пацаны, ждали целый год. Touareg и HUD из GTA V. Бомба. В заключении этой серии, что я могу сказать? Что, вот смотрите, я ещё один баг нашёл. Типа F11, спидометр под карту не убирается. Здесь чё? По 12 лямов. Раньше они стоили сколько? По 8, да? Я понял. В заключении я могу сказать, что они сделали этот проект чисто для доната. Ещё у меня будет 2 видоса, как минимум, где мы посмотрим по ценам. На следующий день, возможно, после этой. Мы узнаем, сколько же всё стоит имущество. Насмотреть, сколько стоят кланы, номера, разные дома, разные тачки. Некоторые мы уже цены посмотрели именно здесь. Значит, вы уже прошаренные, кто не заходил на сервер. Так что, поставьте этому видосу лайк, напишите любой комментарий. Максимально посмотрите этот ролик, чтобы выдвинуть его в топ. И чтобы больше человек узнало, что же засмотрим-то в 2021 году. Какая пчела её ужалила. Ну, а с вами была Иван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи. Всем хороших заработков, кто играет и хочет купить какой-то бизнес. Смотри. Вот. И всем пока-пока.